В Калининском районе региональный следственный комитет устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна квартиры. Это случилось утром 19 апреля. 19 апреля текущего года в следственный отдел регионального следственного комитета России поступило сообщение о том, что из окна второго этажа квартиры дома, расположенного в селе Красная Гора Калининского района, выпала девочка 2019 года рождения, которой было доставлено медицинское учреждение. По данному факту, Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем следственного комитета проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Здесь и на одном из тверских швейных предприятий мы встретились с Анной. Еще недавно женщина находилась за колючей проволокой неволе. Теперь она относительно свободна. Реальное наказание ей заменили на принудительные работы. И контроль за поведением Анны как в быту, так и на работе осуществляют сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции регионального ФСИН. Ей неотбытая часть наказания в виде лишения свободы в связи с хорошими характеристиками, поведением ее была заменена на исправительную работу. То есть более мягким видом через 80-ю статью Уголовного кодекса. Исправительные работы у нее назначены были на два года. То есть на неотбытую часть лишения свободы. Она проживает дома, она работает, ведет себя надлежащим образом. Претензий как таковых к ней мы не имеем. Мы очень рады, что человек встал на путь исправления. Для самой Анны предложенная работа стала настоящим спасением. Меня это очень выручило. Меня все устраивает. Я продвигаюсь дальше по возможности. По карьерной лестнице, грубо говоря, от швеи и выше. Криминальная история, перечеркнувшая нормальную жизнь этой женщины, как и у многих других, связана с наркотиками. Печальный, но прогнозируемый итог. Более восьми лет лишения свободы. В неволе у Анны было время подумать и решить, что с прошлым покончено навсегда. Да, я все это зачерпнула. Это все в прошлом. Я не хочу к этому даже возвращаться при разговорах. И мне неприятно порой даже видеть ребят, которые ходят, ну, грубо говоря, по-русски высказаться, убитые. В автобусах ездят, залипают, ходят по улицам, ковыряются в земле, ищут закладки. Вот, все это вот. Но мне, честно, стало это противно. Я прошла через все это, и я не хочу больше к этому возвращаться. Для тех, кто решил встать на путь исправления, в Твери есть организации и предприятия, руководители которых готовы протянуть руку помощи вчерашним осужденным. Перечень организаций, входящих в такой вот круг, у нас есть. Это уже давно проверенные нами организации. Но в последнее время все больше и больше, в принципе, работодателей понимают, что люди-то они, тем не менее, живут среди нас, и наша задача их исправить, а не наказать, восстановить социальную справедливость. И больше и больше работодателей идут нам навстречу и принимают людей, в том числе, вот, освобожденных на более мягкий вид наказания, да, к справедливым работам, на местное решение свободы, к себе, на работа, к себе в организации. На этом швейном производстве ждут таких, как Анна. Главное – добросовестно трудиться, вновь не нарушая закон. Кто хочет работать, пожалуйста, приходите, работайте. Вот. Те, которые именно с мест лишения свободы, тоже приходите, пожалуйста. Потому что, насколько я слышу, что не везде берут людей именно таких, и не дают им шанса. Вот. Пожалуйста, мы вас ждем. Каждого, как Анна, вставших на путь исправления, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции называют своей победой. Работы еще много, ведь на учетах в регионе состоит более 5,5 тысяч человек. И многим из них дается реальный шанс на новую жизнь.